Поскольку моя контрольная группа реальна, я могу её проинтерпретировать. Это европейцы, которые, начнём с интервальных предикторов, крайне негативно думают о себе, не имеют проблем со сном, не доверяют людям, удовлетворены своей работой, не смотрят телевизор, не удовлетворены соотношением и балансом между работой и остальными сферами жизни и так далее. Рассмотрим дихотомические предикторы. Это женщины, например. И рассмотрим предикторы, которые у нас получились в результате дихотомизации исходных категориальных предикторов. Например, это место жительства. У нас всего пять вариантов место жительства, здесь участвуют четыре. Это значит, что сюда не попал пятый, он является избыточным. Так обычно и происходит. Один не попадает, потому что они формируют полную группу, и по полной группе можно предсказывать значение любого одного по значениям остальных четырёх. И тогда получается, что наша контрольная группа не живёт ни здесь, ни здесь, ни здесь, ни здесь. То есть, ни большой город, ни пригород большого города, ни малый город, ни деревня, а живёт на ферме. Поэтому удобнее интерпретировать часто не через нули для фиктивных переменных, именно для фиктивных, а через единичные значения тех, которые были избыточны. То есть, домисл, домисл 5, проживание на ферме. Здесь его нет, потому что он избыточен, но мы знаем, что он есть, в принципе. И он характеризует как раз контрольную группу. То есть, у нас речь идёт о женщинах, живущих на ферме, и обладающих теми характеристиками, которые уже перечислил. Также по странам это не country 20, не country 24, не 28 и так далее. Другие страны некоторые, не те, которые здесь перечислены. Перейдём к рассмотрению коэффициентов и попутно вспомним уравнение, или систему уравнений, если у нас много категорий зависимой переменной. В нашем случае две, поэтому всего лишь одно уравнение. Здесь слева логит, коэффициенты и предикторы. Мы рассмотрели константу, то есть самостоятельный член уравнения. Переходим к коэффициентам при предикторах. Я специально отсортировал значения коэффициентов по величине, чтобы интерпретировать самые сильные предикторы.